Встреча с контролем Наблюдателем назначает либо кандидат, участвующий непосредственно в выборах, либо политическая партия, которая тоже принимает участие в выборах. Соответственно, если кто-то желает наблюдателю прийти, то он должен обратиться непосредственно к кандидату, когда начались выборы, либо политическую партию. И она уже пройдет для него обучение и назначит его. В нынешних условиях задача наблюдателя, его важность с каждым годом только возрастает. Потому что система, как мы понимаем, трещит-пошла. Почему трещит-пошла? Потому что у нас происходят такие ситуации, как, даже за смешного, если кто-то смотрит, отслеживает новостные паблики. У нас, не помню точный регион, в одном регионе головой поселения стала уборщица. Вот почитайте, там было два кандидата, представители действующие от Единой России, ну и чисто технически он попросил уборщицу, который работает в этой администрации. И люди проголосовали за уборщицу. Поэтому тут даже ситуация, если уже уборщицы проигрывают, ну о чем говорить. У нас есть пример живой, я узнал. В одном из поселений, тоже где у нас принялась какая-то выходили выборы, победила девушка от ЛДПР. Она просто чисто технически стояла, ЛДПР выдвинувала. Она там не работала, ни агитацией, ни чем не занималась. Студентка, это подрабатывает педикюром, ногти делает. Она стала головой поселения. Какого точно и то же не помню. Там тоже можете в интернете набрать, посмотреть. Тоже, вот ситуация какая. Ну, это происходит тогда, когда нету классификации. Когда представители Единой России, действующие партии власти, уверены, что они победят. Они не делают классификации. Ну, когда у нас представители партии понимают, что будет реально, против него идет реальный кандидат, будет реальная диспатическая борьба, то, естественно, в данной ситуации они идут на все, чтобы не допустить своего поражения. И в том числе не отказываясь от классификации выбора. Все, кто здесь присутствует, они участвовали, видели итоги выборов. И понимают, что результат голосования фактически нарисован за 2-3 дня до дня голосования. Как он нарисован? Он нарисовался очень простым способом. Эта процедура была отработана еще при голосованиях за поправки в Конституцию. Тогда, и хочу вам напомнить, ни один наблюдатель от посторонних организаций, кроме общественных плат, не был допущен. То есть не было наблюдателей от КПРФ, ОДПР, допустим, из ПРД России. Никого от них не было. Были только наши действующие решающие голоса, членные комиссии, решающие голос от КПРФ. И все. Ну и действующие вышестоящие представители. В этой ситуации, когда нет контроля, они отработали технологию, которую применили тут же и на этих реальных выборах. Потому что, когда были голоса за поправки, законодательство о выборах в федеральный закон не действовало. Так же, как и Кривой. Там был какой-то свой обособленный закон, и на основании его они проводили. Здесь же, когда проходили реальные выборы, действовал закон. Да, закон, конечно, очень сильно напоминает сейчас решетор. Его как можно перерывали, переделали. Но даже в данной ситуации есть процедура, которую они вынуждены соблюдать. Эту процедуру они вынуждены соблюдать. На основании этой процедуры, допустим, на 706 участке, Роман, присутствует, был пойман нарушение, о котором я расскажу. И на основании этого нарушения мы выявили, что такая же ситуация была на всех участках. Я почему-то сказал, что выборы были сделаны за три дня до итогового голосования. Потому что была пройдена спецоперация, по сути. В участковой комиссии были спущены нигде неопишируемый, нигде не подтвержденный, неофициальный документ. Этот документ напоминал лист формата А3. Там было несколько листов, но он от формата А3 напоминал лист. На нем было фамилия и отчество человека, адрес его проживания, возраст. Этот лист не стоял ни печати, не был никак сброшурован с другими листами. Был просто написан номер участка и список голосующих, там 65+, назывался он. То есть нигде ни подпись, никого не стояло. Просто номер участка и вот до какого участка эти адреса стояли. Члены комиссии, используя эти списки, прошлись по данным гражданам, которые указаны в этом списке. Но так как граждан в этом списке много, а процедура требует, что человек должен сам прийти, либо позвонить, либо прийти его... Родственник, походите. Либо родственник должен внести специальный реестр. У них есть реестр для голосующих вне помещения. Как в день голосования этот реестр есть, так и на досрочном голосовании. Он присутствует. Человек приходит, либо звонит, либо родственник приходит и говорит, вот у меня бабушка, баба Маша там, 70 лет, она не ходит, но хочет проголосовать. Записывают фамилию отчества того, кто голосует вне помещения человека, записывают его адрес, записывают, кто заявил, записывают, кто принял заявление член комиссии. Все, этот реестр есть. Это вот официально как процедура. Там же у них был просто неизвестный документ, непонятные формы. Естественно, признавать о нем никто не хотели. Поэтому с легкостью наш член комиссии планов решающих голосов на 106 его изъял. И с вопросом, если это законный документ, признайте его, тогда я, может быть, вам его верну. Но никто из них признавать не захотел. Пытаюсь на него полицию натравить, но что сделать полиция? Документ неизвестный от вудок, непонятно что. Соответственно, они взяли людей из этого документа. Там порядка больше 500 человек прошлись по нему. И задним часом заполнили. За этих людей, что они обратились якобы проголосовать в непомещение. Откуда такие вот цифры голосующих в непомещение на досрочном? Почти там 4700 на досрочке. Откуда? Ну вот оттуда и появились. В реальности, скорее всего, там было две процедуры. Разделено на два. Первое. Честные, более-менее, комиссии реально ходили по этим людям, по списке. Без задней мысли. Но к этим людям заранее уже пришли представители от Единой России. И заплатили им деньги. Потому что уже были слухи, что комиссия не пришла кому-то. Приходил человек жаловаться, что вы ко мне не пришли там. Или кто-то приходил. Я хотел за одно денежку, вы ко мне не пришли. Я проголосовать хотел. А сейчас уже как бы это, мне уже не обещают. Были заранее в этом списке заряжены люди. Это первый вариант. Второй вариант. Мы знаем, что явка, у нас граждане выборы, к сожалению, разочарованы. Не ходят, не верят. И комиссии прекрасно знают, кто не пришел на голосование по поправкам. Ну и до этого тоже они знают примерно каких людей. У них сохраняются они. Могли бы не вторую процедуру. Просто записать этих людей для голосования вне реестра. Не помещения в реестра. И за них просто бросить. Третий вариант. Они ходили по всем подряд. Как я уже сказал, были в этом списке заряжены уже люди заранее. Кому-то попали, кому-то нет. Кто-то оказался просто случайно в этом списке. И действительно голосовал. Как бы ему предложили, он согласился. Но большинство людей, как показывает у нас анализ. У нас на сайте городского теннистанализа нашего первого секретаря Санкционова. Где согласно этому анализу 98% проголосовавших досрочно голосовали за кандидата от Единой России. Ну, сами понимаете. Так в реальности не может быть. Плюс количество голосующих в день голосования меньше, чем на досрочном. Чтобы не простые доводы доводить, чтобы люди покрасновилили. У меня есть вот все наши члены комиссии брали акты о пересчете досрочного голосования. На основании вот с одного из участков, вот 703 участок у меня тут есть. Согласно этому акту досрочно проголосало 85 человек за кандидата от Единой России. За кандидата от КПРФ 2 человека. Ну, за остальных там 1, 0, 6 человек. То есть, видите, какая разница. То есть, 98% по сути за кандидат от Единой России. Соответственно, мы понятно, за чьи интересы ходили комиссии. Здесь мы столкнулись с новой для нас, к сожалению, технологией, которой мы не совсем были до конца готовы. Но все должны здесь понимать, что вот эта технология есть. Есть процедура. Что у нас все-таки, хотя законный, я опять же повторяю, с решетом, как решето. Но есть процедура. И эта процедура они обязаны соблюдать. И на этой процедуре можно ловить комиссию. Если они ее не соблюдают, то, естественно, можно писать нарушение, жалобу. И тут же у них срывается вся план по фальсификации. Данная ситуация случилась на 76-м участке. Когда мы сорвали план нарисовать эти голоса, получилось так, что итоговое голосование там наш кандидат победил на 3 голоса. Кандидат от Единой России. Потому что мы не дали им фальсифицировать. Мы их в пятницу поймали, не дали им продолжить это заниматься. У них сорвался план. Все, дальше они не смогли. Они начали нервничать, переживать жалобы. Там все, для них это действует активно. Это очень важно, чтобы это соблюдать. Здесь мы понимаем важность наблюдателей. Она, я говорил о том, что ранее, что она усиливается значимость наблюдателей. Потому что сейчас, если раньше наблюдатель КПР, допустим, вставила только в день голосования, то сейчас после этих групп мы понимаем, что необходимо вставить не только в день голосования. Когда уже введено это трехдневное процедурное голосование, голосование на пеньках, мы понимаем, что если мы не будем ставить наблюдателей до момента голосования, то мы получимся как генералы без армии. По сути. То есть армия наша уже разбита, а мы пришли на поле боя. И то самое случилось у нас в воскресенье. По сути, в субботу вечером представители Единой России уже все сделали, а в воскресенье вежливо намолбались, все открывали, все показывали, везде допускали. Потому что в субботу вечером они уже все, что нужно им нарисовали, они уже знали. Тут же должны понимать, что они прекрасно понимают явку людей. Поэтому они рисовали это число, 4 тысячи сусот человек, не случайно. Они прекрасно прикинули, политологи, опросы, показали, что столько там может прийти, столько там надо нарисовать, чтобы победить. И они исходили из этого. Но тут же надо и понимать, что у них есть все-таки свой лимит. Бесконечно они не могут накручивать людей. И поэтому всем надо говорить, что явка очень необходима. Нужно приходить, можно испортить блюдей, можно его собрать, не голосовать. Конечно, по закону нет запрета и разрешения, что забирать блюдей, но можно так сделать. И чтобы ваш голос не украли. Опять же, функция наблюдателя, соответственно, в том, чтобы поймать вот это вот одно из видов нарушения. Нарушений на самом деле много. Раньше нарушениями массе своей занимались не сами комиссии. Нарушениями все-таки занимались кандидаты, когда занимаются скупкой и подвозом. Сейчас, к сожалению, ситуация изменилась, что уже не стесняясь занимаются этим комиссией. Когда сама комиссия уже заранее купленную чеку приходит по готовому списку, который спущен сверху, который не имеет никаких документов, официального подтверждения, что это за список. Никто не хочет подтверждать, отвечать. Такой список был во всех комиссиях. Я лично проехал все 14 комиссий филорического района. Они все мне мило улыбались после ситуации с 706 участком. Если первые три комиссии еще не знали, зачем я приезжаю, то уже после обеда все остальные прекрасно знали. Мне даже не надо было говорить, что зачем я приехал. То есть они уже были готовы. Им сообщили, что вот ездят, проверяют. И они уже все нарушения исправили. То есть внесли в этот список, те, кто голосует вне помещения. Либо говорили, что в этот день у нас нету голосующих вне помещения. Якобы. Проверить это, к сожалению, было тяжело на тот момент. И занимаются такой вот, так сказать, фальсификацией. Это вот сейчас самый важный момент выявился в данной фальсификации. Очень важный. Потому что в дальнейшем, в следующем году, когда будут выборы Госдуму, наши региональные, они эту процедуру будут повторять 100%. Они ее отработали. Конечно, там идут какие-то свои новшества, как всегда, наверняка. Но вот этот список они 100% опять будут повторять и использовать. Но мы знаем сейчас точно, что можно спокойно его изъять. И ничего сказать они не могут. Если они что-то пытаются сказать, можете тренировать. Вы признаете, что это официальный документ комиссии? Они не сами этого признают. Потому что, как бы, ну, вопрос в ней, откуда у вас такой официальный документ? Откуда у вас вообще информация, персональные данные людей? Без подписи, без их разрешения там лежат данные. Без силоза. Кто вам дает право использовать? У вас есть процедура, вы должны ее соблюдать. Тут еще надо вернуться к поправкам. Комиссии расслабились. Если на поправках, я как говорил, не было контроля наблюдателей, они рассчитывают, что в этот раз тоже ничего не будет. Никто не будет контролировать, наблюдать. Чисто технически проведут выборы. А тут так не получилось. Кое-где на участках. Реально сидели люди, реально контролировали, реально наблюдали. Но тут нужно понимать еще один вопрос. Не всегда голосование вне помещения фасифицируется только на нем. Были ситуации, когда были довольно-таки честные председатели комиссии. Таких, к сожалению, декоратив, извиняюсь, скрадости наши есть. Их мало, но они есть, которые честные. Но данные участки расположены в таких местах, где проще всего скупать неблагонанезных жителей. Допустим, где гостиник расположен участок. Там не было большого голосования вне помещения досрочного. Там 10 человек всего проголосовало. Зато сами люди досрочно пришло довольно-таки много. И так получилось, что досрочно проголосавших и день голосования проголосавших оказалось почти одинаково. Такие участки были. Были участки, которые действовали по старой процедуре. Которые просто пытались рисовать. То есть даже ходить им было никуда не хотелось. Они сделали вид, что они пошли собирать голоса досрочно голосующих вне помещения. А сами пошли, скорее всего, домой чай пить. И еще куда-нибудь. Потому что наблюдателей не было, никто их не контролировал. Сотрудник полиции с ними ходить не обязан по закону. То есть если они договорятся, то он может. Но даже если он и пойдет, то что он может? Его задача, чтобы на комиссию не напали защитить ее. А не чтобы там соблюсти закон о выборах. Поэтому спокойно комиссии, допустим, комиссия 713, я их застал, что они спокойно ходили по улице, с этим ящиком, с людьми, по округе гуляли спокойно. То есть можно в любом момент подбежать у них, эти блюди выхватить, ящик выхватить, накидать сколько тебе надо. А потом делать, что хочешь. Принеси и скажи, что вот комиссию у вас потеряла, еще что-нибудь. Спокойно ходили как бы, никто их не контролировал. Могли делать, то есть я возвращаюсь, чтобы возможно было два варианта подтасовки. Первый вариант, это когда шли конкретно заряженным людям, из общего списка покупать. Второй вариант, просто никуда не шли, шли домой, там еще куда-нибудь в подъезд ближайший, накидывали сколько им надо, записывали за людей и все. Потому что никто не проверял, не контролировал. Тут должны еще понимать, что у нас есть, мы называем наблюдателей, но у нас есть еще и члены комиссии с правосвещательного голоса. Я хотел выглянуться, чем они отличаются. Наблюдателя по закону можно значить максимум за три дня. То есть, если, допустим, в субботу, пятницу назначить члена наблюдателя нельзя по закону, его не назначить, то его не будет. Его надо назначать минимум среда-четверг до дня голосования. То, соответственно, за три дня мы назначаем, до дня голосования он может присутствовать. Либо за три дня до досрочного голосования на участке, на данном. У нас есть второй битнаблюдатель, это член комиссии с правосвещательного голоса. Он назначается прямо в день голосования, можно назначить. Можно назначить его в любой день, пока идут выборы. То есть, мы можем назначить его, допустим, за четыре дня до голосования, досрочно идет, за четыре дня назначаем его. Проводим, он может сидеть и слушать. Как у нас на 706 участке ребята пришли по присутствованию, совещательные голоса. На других участках тоже приходили люди, тоже присутствовали, смотрели заранее. Кто по желанию, кто хотел. Поэтому я, когда я проводил обучение, и наши товарищи всегда наставили заранее принести документы. Конечно, эффекта от этого мало, чтобы принести эти документы. Но хотя бы комиссия будет понимать, что у них будет контроль. Но сегодня, я говорю, что процедура и значение наблюдателя увеличивается. То есть, надо назначать наблюдателей, мы понимаем, заранее, на досрочное голосование. Иначе будет такой же печальный результат. Но опять же, у нас есть еще и граждане, которые могут быть встречательными голосами. Которые можно назначать именно в день голосования. Поэтому все, где здесь присутствуют, я предлагаю подумать на следующий год, тоже побыть с наблюдателями, встречательными голосами. Обязательно записываться. Если про вас забудут, сами позвоните, напишите. Спросите знакомых, что это важно. И не стесняйтесь рассказывать, как вы участвовали в этих выборах с жителем. Чтобы они понимали, как это происходит. Потому что многие, к сожалению, у нас не понимают, как проходит выбор. Они на них не ходят, и они не понимают, что такое бывает. Что бывает, что просто за людей рисуют голоса и ток. А они не ходят. В принципе, кратко. Вот так. Основное было нарушение, это именно то, что досрочно. Но это не отрицает, что в день голосования не было нарушения. В день голосования тоже были нарушения. Были попытки скупки голосов в день голосования. Ловили на каком-то участке в советском районе. Была попытка, как я встретился с ситуацией, что человек проголосовал досрочно. А его забыли якобы технически вычипнуть из основного списка избирателей. День голосования. То есть за день доголосования его не вычипнули из списка. А он проголосовал досрочно. То есть оставили себе место для маневра. Еще одна была ситуация. Не поймали, но уже потом член комиссии права решающего голоса сообщил о том, что у председателя комиссии была дополнительная точная копия списка избирателей. То есть, соответственно, у самых таких наглых председателей, кто готов был фасифицировать до конца, были готовы переписывать и списки избирателей. За избирателей заносить галочки, если надо было бы. Это тоже. Поэтому значение наблюдателя и готовность именно работать даже не только за деньги, а в первую очередь за идею. Потому что в первую очередь задача наблюдателя отстоять честные выборы, чтобы добиться отсутствия полной фасификации выборов. Что еще хотел сказать? Ну, в принципе, в картке это так. Давайте вопросы. Если ты кого-то уговорил, да, все-таки стать наблюдателем, куда ему обратиться? Он может обратиться через наш городской сайт. Через наш городской сайт, если хочешь быть наблюдателем от КПР. Допустим, вот, смотрите, есть пример хороший. Я занимаюсь профсоюзами. И у меня несколько членов профсоюза. Хорошие ребята, но, к сожалению, компартия не может много предложить денег. Но ЛТП им предложило больше. И они стояли от ЛДП. Я приезжал сюда на участки и видел их. Как бы, с одной стороны, это может быть неприятно, что ребята как бы от КПР не пошли. Но, с другой стороны, мне плюс тем, что у нас, по сути, есть от другой партии человека, которого мы знаем, который надежен. У нас есть за место одного, одного, два совещательных голоса. Такая ситуация была на нескольких участках у меня, когда оказалась. Я, конечно, пожалел их пальцем, но мне было бы удобно, если ситуация пошла бы не по сценарию, как бы, там, начались нарушения. Все-таки они могли бы оказать какую-то поддержку. Но, в первую очередь, мы им приглашаем на КПР. Потому что мы реально занимаемся контролем, реально контролируем здесь выборы, реально не допускаем фальсификации. И с этим реально стараемся бороться. Остальные партии, ну, я не могу за них сказать. Если кто-то хочет пойти наблюдателем, то, опять же, заходите на наш городской сайт, там есть все телефоны. Либо форму обратной связи заполняете «Хочу стать наблюдателем». Либо на почту она нашу. Там она тоже указана. А есть какие-нибудь требования к наблюдателю? Может, у него там юридическое образование должно быть? Что он должен знать, чтобы быть наблюдателем? Основное требование – это 18 лет. Сейчас по закону нести обязательно, чтобы он был прописан на территории региона, где проходят выборы. То есть, по-другому сейчас нельзя. Если раньше можно было, часто наш центральный комитет направлял в поддержку с разных регионов. Если есть крупные выборы губернатора, нас со всех регионов туда направляли людей. Сейчас так нельзя уже делать. Только местные, к сожалению, ограничили. Об уровне образования. Ну, конечно, желательно, чтобы было юридическое образование. Хотя бы какая-то юридическая грамотность. Но, как бы, не обязательно. Но желательно. Чтобы человек мог работать с документами, мог понять саму процедуру. Потому что обучение, которое мы проводим, оно не даст всей полноценной понимания картины. Оно лишь покажет общую. А дальше уже зависит от человека. Если он реально желает, желает участвовать, реально желает участвовать в бороться, то он, конечно, будет интересоваться, смотреть, понимать процедуру. А как вообще проходит рабочий день у наблюдателя? То есть, сколько он должен сидеть на участке? Если мы говорим непосредственно о дне голосования, то наблюдатели присутствуют на участке с 7 утра, с 7.30, до получения итогового протокола. То есть, 8 часов комиссия закрывается. Ну, и пока не получим итоговый протокол на руки. Правильно заверены, опять же. К сожалению, не все, я вот проверял, не все правильно получили итоговый протокол. К сожалению, у некоторых небольшие, но есть замечания. У кого-то нету надписи копия вернали, верно. Где-то нету даты и времени получения итогового протокола. Нету должности, кто выдал протокол. Это вроде бы мелочь, но это очень важно, потому что это официальный документ. И это должны быть все соблюстись. А так процедура работает человек, если на именно голосование, с 7.30 утра до пока не получит итоговый протокол. То есть, часов может быть до 11-12, в зависимости от уровня выборов и количества бюллетеней, сколько им надо подсчитать. Также зависит это еще от того, состоит ли система электронного подсчета бюллетеней, либо вручную способ подсчитываться. Если говорить о контроле досрочной голосования, то это все зависит от того, какой график установлен участок. То есть, человек приходит на участок, где голосование на досрочном, в указанное время, ну, либо ранее, и сидит до момента, пока это досрочное голосование не закончится. Пока они не опечатают полученные бюллетени на досрочное голосование и не упакуют их, чтобы он мог зафиксировать, отметить себе номер конверта и проконтрировать всю полную процедуру. В среднем получается, если день голосования, может быть порядка 15 часов, может быть меньше. На досрочном может быть меньше, часов 8-6. То есть, если раньше, получается, наблюдатель мог за один рабочий день все это сделать, то сейчас наблюдателю надо 3 дня ходить подряд с условием досрочных выборов. 3 дня это минимум. На самом деле досрочное голосование в участке начинается за 5 дней до выборов. Мы должны понимать, что он должен, по-хорошему, и все 5 дней сидеть. Потому что никто не знает, в какой день они начнут рисовать. Поэтому, помимо этого, досрочное голосование еще идет в территориальной избирательной комиссии. Там еще идет голосование. Извините, Александр, давайте усним. Наблюдатель, на самом деле, мы подходим очень лояльно. Кто когда может, тот тогда и сидит. Это не значит, что если ты пришел к наблюдателю, тебя 100% поставят там сидеть на 3 дня. Будем менять людей, будем как-то составлять какие-то графики. Не надо тут пугать людей, что он попадает на 1000 рублей. Нет, я говорю... Наташа, один глядчик. Потом, ставим тогда. Нет, я говорю не об этом. Не говорю, что это один человек будет сидеть за 5 дней. Нет, не об этом будет. Что желательно, но не обязательно. Это говорит о том, что вопрос встает здесь еще о важности наблюдателя, что нужно несколько человек. Не обязательно, что это один наблюдатель. Их может быть несколько. 2, 3, 4 человека. Просто говорит о том, что нужно ставить именно. Именно конкретно ставить за 5 дней. А быть их может быть там... Может быть и 10 человек, если наберется. В разные дни там, каждый по полчаса там постоял. Поэтому я здесь говорю, что приглашайте знакомых, говорите, что вот такая нужна необходимость участвовать, если вы хотите посмотреть, понимать процедуру. А стоять может быть, он может только в один день голосования выйти, а другой может стоять только чисто на досрочное голосование. Тут может быть и так. А может быть, допустим, один только в будни стоял три дня, другой два дня досрочно в субботу, там и в воскресенье конкретно уже на выбор. То есть график может быть любой. Это просто я имею в виду, что пять дней это с момента именно этого. Количество людей, график может быть там любой стоит человек. Как удобно. Александр, еще я хочу спросить, с правом совещательного голоса это что значит? Что я с ним совещаться могу или что? Какая моя обязанность? Вот я сидел, допустим, я целый день просидел там, а под конец они облакошили, как последняя сама котенка. Потому что досрочное голосование, которое в пакетах они принесли, я за них начал браться и трогать это типа секретно или там все. Вытащили как там из этих ящиков, их как буб или буб. Я опять решил проверить досрочно. Там было досрочно было звание 164 долетения. Она опять мне раз прикрыла нельзя. Я говорю, ну как, вот это совещательное или не совещательное. Потом она отвлеклась и стопка это лежала. Я решил там сколько я уже успел это проверить. И все как раз были за единороссой. Они все, такие ощущения, что одним карандашом были подписаны. И она когда эту пачку принесли, смысл и вскрыли, она их сразу бах-бах через эти автоматы пустила. А вот здесь нужно было говорить, чтобы, а, ну он мне принес бумажку, что нужно было там проверить. Все, ну в последний момент она же ее прочитать не спел. Уже когда все это завершилось, когда она сунула через эти аппараты и уже достает предварительно. Там как раз за единоросса все голоса ушли. Вот эти все 164, ну плюс-минус квадратность 151. Я понял, я об этом и говорю, что одну ручку вы говорите. Я понял, я понял. Могу я подходить, не могу я подходить. Вы можете ознакомиться с любым документом комиссии по закону, с любым документом. Смотрите, член комиссии, право совещательного голоса, это равноправный член комиссии, как и остальные. Он имеет право на все, кроме выдавать бюллетени. Все только руками бюллетени он не может, но у вас в комиссии есть ваш след с решающим голосом. Если вы не можете посчитать, то вы подходите к нему, мы работаем вместе. Говорите, Вася, надо пересчитать вот эти бюллетени. У меня вопрос. Заявление о предесчете засроченного голосования. Я не от КПРФ был наблюдателем на этих выборах. Нас не инструктировали, зачем это нужно. Я не понимаю. Это необходимо, чтобы понимать, за кого было в массе свое досточное. Мы могли показать людям и сами понимать, что именно за данного кандидата, вот у меня есть акт о пересчете досрочного голосования, 703-го участка. Здесь конкретно написано на акте, сколько досрочно и за кого как проголосовали люди. Это чтобы понимать и показать людям, что вот, смотрите, вы не ходите, за вас вкидывают. И в реальности такого не может быть, что за кандидата от Единой России 85 голосов, а за кандидата от КПРФ 2 голоса досрочно. Если люди голосуют досрочно, они не могут так сильно растягиваться. 50 на 50 может быть, 60 на 40 различия может быть. Но не 98 на соответственный процент, на 2 процента. Не может быть такого. Это чтобы понимать нам результат. Сколько проголосовали досрочно. За кого как проголосовали люди. Чтобы это понимать. Чтобы мы могли потом посчитать и сказать, что вот реально в день голосования люди проголосовали за коммуниста. Прямо написано, да. Прямо этот акт. Я отвечал за периодический район. Все члены комиссии, встречательные наблюдатели брали такие акты. У них у всех они есть. Можете подойти, там лежат стопка этих актов, протоколов. Можете ознакомиться. То есть все это есть. Единственное, я опять же говорю, что не везде, к сожалению, правильные не заверены. Ну, как бы ладно уже. Но это надо на будущее. Они даже запутались, как распечатались, с чем копию. И они не знают, что копия заверяется синей печатью, подписью. Ну, к сожалению, да. Самих комиссий иногда бывает. Как бы. Приходится самих комиссий учить. Это бывает в ситуации, к сожалению, да. Но в данной ситуации это необходимо. Почему другие не берут партии? Я опять же говорю. Ну, смотрите. Вот я был от справедливой России. И еще мужчина от ЛДПР. Ни мы, ни он. Я, ни он не знали, что там надо делать. Но мы другим способом увидели, что там все за Единую Россию. Он просто взял и начал по одной еще медленно-медленно закидывать. Ну, когда надо было закидывать ящик. И с того понятно, что там все за Единую Россию. Смотрите, для чего это еще делается. Чтобы мы могли придать, опубликовав эти акты в сети, да. Ну, что сейчас делает, допустим, депутат Сансонов. Чтобы мы, опубликовав эти акты и имея на руках доказательства, да, в виде этих актов, могли публичному осуждению придать депутата, который победил с помощью досрочки, да. На самом деле этого Шуматова его очень сильно сейчас это задевает. Он сейчас строчит там кляузу. Он подбивает свой коллектив там, чтобы вот это вот Сансонова как-то в избирательном, в этом законодательном собрании как-то наказали за вот это вот запущенную, вот как люди придумали, депутат досрок, да. Досрок, да. Вот, потому что это очевидно, когда там 4100 чем-то там досрочки, да. И всего 4400 человек проголосовало в целом за него, понятно, что эти 4000 досрочки это и вот и все, что это сделал Шуматову. То есть, для публичных... Да, тут надо понимать, если кому-то... Давайте так, я не вижу резонанс, то есть, протоколы собрали, но резонанс нет. Нет, смотрите, тут есть у нас на сайте, если кому интересно, зайти на сайт городского Деньги КПФ, там есть анализ итогов выборов по 9-му кругу, там все это просчет проведен, выложены некоторые акты. Опять же говорю, сейчас вы не видите резонанс, а это все накопительные эффекты имеет. Сейчас мы увидели... Люди увидели. Это для того, что мы могли пойти и сказать людям, что мы ничего не выдумываем, что реально люди голосовали в день голосования за КПФ. Там кандидат от КПФ набрал в день голосования, если отнять досрочку, все акты, которые мы получили, отнять, 1200 голосов. Шуматов получил не больше 400 голосов в Единой России. Это в день голосования люди голосовали. А на досрочке, наоборот, 98% за кандидат от Единой России, 1-2% за кандидата от КПФ. Ну так не может быть. Мы должны понимать, что не бывает такая математика. Ну вот, у меня вот этот протокол, 151, ёлки-палки, это досрочка вся. Всего она проголосовала. Это тут 20 и 1, это тут самое. Ну опять же, у вас вот эта страница неправильно заверена. Не, это мне не заверено, это просто как она, публикат. Вот она, эта страничка. Мы стараемся сейчас со всеми партиями, кроме Единой России, стараемся достичь взаимовыгодного сотрудничества. Потому что все заинтересованы в честных выборах, в том, чтобы они протекали без нарушений. Поэтому вот, к сожалению, не одинаково учим людей на своих. Но, на самом деле, мы конструктируемся и... Да, я опять же говорю... Ничего страшного. Ну а сколько людей пришло, по-вашему, на избирательные участки? В процентах? Четыре процента. Посчитаешь? Да, порядка четыре. Но на моем один процент пришел. Ну где-то так, да. И три процента внесли. Да, ну вот где-то так и было. Тут зависимость от участков. Вы даже понимаете, что там же есть общее количество избирателей. Где-то их больше, где-то их меньше. Соответственно, где-то будет меньше избирателей, где-то будет больше. И, соответственно, надо понимать, что... Мы именно считаем в день голосования. Я говорю, в день голосования, вот зайдите на наш городской сайт, там есть анализ, итоги выборов по девятому группу. Там четко написано, что в день голосования за коммуниста было 1200 и 700 голосов, за единый рост 400 голосов. А что дальше? Вот один процент людей пришли. Вы должны понимать, что люди не входят и не пойдут? До этого мы и... Серьезно. До выборы это отдельная история. На нее всегда ходят мало людей. Во-вторых, Единая Россия слушает явку, не объявляя эти выборы никаким образом. Ведь участковые избирательные комиссии должны были пройти в каждый ящик, бросить уведомления о том, что будут выборы. Ну и, конечно же, сыграла свою роль очень плохая погода. Поэтому такая вот рекордно низкая явка. Потому что у нас даже год назад были до выборов по Чуркину, в городскую думу депутатов, и то была солнечная погода, пришло гораздо больше людей, чем на вот эти выборы. Процент какой? Двенадцать или четырнадцать тогда пришло. Сейчас порядка восьми, по-моему, официально. Явка, когда выбирали, сколько бы процентов? Около тридцати. Ну смотри, это средний. Надо смотреть каждый район там по-своему и каждый... Нет, явка низкая, понятно. На выборы президента она тоже была там около, не знаю, пятидесяти процентов. И это они... Ну, то есть я вам еще раз говорю, явка... Для власти явка невыгодна. Они сушат явку. Даже на выборах президента они сушат всю явку, а тащат свой... Это понятно. Но люди уже один процент приходят. Может и один не придет. Это, понимаете, это не... Тут, смотрите, действует процедура очень понятная. Нужно объяснять людям. Когда говорят, а зачем ходить, если все равно ничего не решает выборы. Как зачем? Просто людям очень долго в телевидении специально вдалбываются. Вы не ходите. Не ходите. Не надо вам ходить. Они-то долго, упорно в телевидение вталкиваются. Только люди не понимают, зачем это делается. Тут делается принцип разделяя властвую. Власть собирает своих сторонников. Она понимает, что их не много. Но она их собирает. И притаскивает. За деньги. Там, с помощью муниципального какого-то силы. Притаскивает своих сторонников. А остальных она разделяет и говорит, вы не ходите. Одни верят в эту картину и не ходят. Другая небольшая часть приходит. И получается в конечном итоге, что большинство набирает именно кандидат от партии власти. Так происходит. Еще не вся картина. Еще лидеры мнений. Ну да. Еще понятно, что там есть еще и кандидаты, они разделяют между собой. Там оппозиционные. Совсем так. Еще лидеры мнений, например, левой общественности. Самые популярные тоже призывают бойкот. Есть такое, к сожалению. Но, опять же говорю, за последние 25 лет ни один бойкот ни к чему не привел. Бойкот хорош тогда, когда есть подъем политической активности жителей. Когда они активно политически настроены. Когда они готовы. В данной ситуации нет такого подъема. И ни один бойкот за 25 лет нигде ни к чему не привел. Но это не значит, что люди должны просто бездумно ходить и голосовать. Это тоже не знаю. Гумпартия понимает, что выборы это всего лишь инструмент. Один инструмент политического, тот же самый инструмент у нас наблюдатели. Вы прошли, вы уже грамотные люди. Вы понимаете, как это все происходит. И вы можете прийти к своему соседеду Васе. И он еще тебе рассказывает. Вот там это все. Да нет, это не так. Вася происходит. Это то-то, то-то, то-то. И он смотрит на вас и удивляется. И думает, ни фига себе. Я и не знал. Может быть я и скажу. Может проголосую там. Как бы что-то сделаю. Может сам запишусь. Вот зачем. Это инструмент. Просто инструмент воздействия на массы в данной ситуации. Мы, во-первых, наши агитации никогда не проходят бесследно. Человек сегодня, допустим, на выборах не пришел. Но он увидел нашу агитацию. Он почитал. Он задумался об этом. В следующий раз, когда он столкнется с этим, он смотрит. А что-то коммунисты такое писали мне. Что там вот. Что-то делали. Что-то как-то так. А почему так не делается? Это инструмент. Мы в первую очередь понимаем, что это инструмент. Который производится к следующему инструменту. В данной ситуации этот инструмент, к сожалению, у нас окончательно пытаются отобрать. Введя голоса на пеньках и прочие процедуры. Я говорю, что наше законодательство, оно и раньше не было идеально. Там было очень много всякого возможностей или-или. Всяких возможностей для фальсификации действий. Сейчас оно вообще превращается в решето. Но мы все равно стремимся не допустить этого. Мы стремимся принять массу. Вот, допустим, как в Белоруссии. Как бы никто не относился к Лукашенко. Там есть его сторонники, мы понимаем. Есть, кто их действительно за него голосовали. Но мы реально понимаем, что там не было 80 человек. Да, реально он вряд ли всего победил на выборах. Он бы набрал там 50, сколько там надо процентов. Он бы прошел. Но мы понимаем, что не было этих 80 процентов. И это людей возмутило. Чем больше людей возмущают, тем больше они понимают. Что необходимо задуматься о том, что что-то должно быть по-другому. А как по-другому? Это занимается уже компартия. Говорит, что вот, ребята, у нас есть альтернатива. Мы ее предлагаем. Давайте, поддержите нас. Потому что сегодня говорите о другом пути. Пока еще, к сожалению, массой не созревает. Нет у них сознания массового. Если говорить о том, что мы проводили в воскресенье митинг за честные выборы. Да, против пассификации. Пришло 100 человек. Ну, на каких других альтернативных путей пока можно идти. Люди должны понимать и осознать, что вот здесь мы пришли. Мы честно проголосовали. Нас обманули. И мы готовы выйти и уже отстаиваться. Как в Кабаровске, допустим. Люди поняли, что они как бы не относились к ВДП. Но это их выбор. Компартия может относиться как угодно к ВДП. Но это все-таки выбор людей. Это их право. И они пришли и оставят свое право. И пытаются как-то бороться. Здесь, к сожалению, у нас войдет в сроке пока нет этого до конца. У меня вопросы. Есть другой вопрос? Давай, Алюш. Я хотел сказать критические вещи. Возможно, кому-то здесь будут неприятно. Здесь несколько раз поднимался вопрос о недостаточном обучении. О качестве этого обучения. То, что материалы были заточены на пресечении вбросов, это, думаю, очевидный факт. Все их читали. В том пакете документов, которые нам выдавали, там была инструкция члена комиссии, плюс маленький опросник за 10 вопросов, в одном из вопросов... Ну, опросник опустим пока. Я тебе сказал, что вы пока видели эксперименты. В одном из вопросов была ошибка. Это ладно. То, что существуют гораздо более качественные материалы, которые я посылал Саше, просил закинуть в общий чат. Этого сделано не было. Те, кто готовился к этим материалам, от команды Голоса были намного более подготовлены, чем средние издательные 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 издатели. Материалы Голоса выкладывались через приложение. Там они были. Голос выкладывался именно в приложении. Голос выкладывался там ссылка. Я думаю, что я по-прежнему считаю, что у КПРФ местного наилучшая система наблюдения за РР, но в то же время я считаю, что она может быть серьезно лучше. Согласен. Я тебе говорю, согласен, потому что опять же мы не... Второе… Второе. То, что здесь говорилось низкая явка. Это говорится как данность. Но в то же время мы видели, как за Ищенко реально выходил народ, пока он был готов бороться. А я утверждаю, что те кандидаты, которые реально хотят победить, они в итоге и побеждают. Так было с Ищенко, так было во всех случаях, когда кандидаты были готовы бороться. Примеры мы хорошо знаем. Это тот же Ищенко, тот же Фургал. Те же события 19-го года летом в Москве, за ними вся страна наблюдала. И здесь мы видим, грубо говоря, Шенкаренко. Для контраста. То есть я говорю о том, что любая армия наблюдателей бесполезна, даже если она хорошо обучена. Если кандидат после выборов забивает замоку и никак себя не проверяет. Шенкаренко признал результаты этих выборов? Нет. Он подал жалобу. Жалобы подавались, да, естественно, жалобы подавались. Они рассматривались еще в течение 3-4 дней после итогов выборов. Пересчитывались некоторые участки. Дополнительно собиралась, прежде чем принять итогов протокол, окружная избирательная комиссия техсоветского война, которая придает статус. Она тоже рассматривалась. Но она все жалобы отклонила. Одну жалобу, которую подавались, они даже ее произносить не захотели. Но потом заявили, что мы ее рассматривали, я говорю. Хотя присутствует... Мы, кроме количества досрот, мы не имеем практически ничего. Ну и двух, трех материалов на сайте. Третий момент. Здесь мне прозвучал очень важный момент. Насколько я знаю, следующей весной будут перевыборы избирательной комиссии. Эти люди следующие 5 лет нам будут считать... Тут ты ошибаешься, ошибаешься. Тут ты ошибаешься, перевыборы у них будут. Это зависит от того, когда помирала участковая комиссия. Какие же... Ты имеешь в виду тики? Я и уики. Тики, да, но не все, опять же. Когда у них заканчивается полномочия? Какие тики будут? Но тики это всего один человек. А участковая комиссия это 50 человек на район. Тем не менее, про это нужно говорить. И это даже более важная вещь, чем очередные выборы. Это понятное дело, но нам всегда не хватает именно участковой комиссии надежной. Как вы уже работали и видели, к сожалению, некоторые решающие голоса наши со временем, ну, нас, к сожалению, предали. Это надо признать честно, к сожалению. Сейчас вот есть процедура, новая процедура введена. Это когда орган назначивший, соответственно, орган назначенного, если имеется в виду, партия, там, общественная организация, либо с места работы, может отозвать через вышестоящую избирательную комиссию. То есть, соответственно, эта новая процедура обведена недавно. Мы будем обращаться, кто не захочет сам уйти, в вышестоящую избирательную комиссию, с требованием, чтобы данного человека убрали из комиссии в связи с потерей доверия. То есть, процедура есть, мы будем ее проверять. Смотрите, сейчас выходят упорные слухи из Москвы о том, что сентябрьское голосование в Госдуму, и законодательное собрание, ну, то есть, у нас единый день голосования в сентябре, вроде как сейчас размышляют, что перенести на апрель, то есть, ну, сдвинуть на полгода раньше. В связи с этим мы, конечно, сейчас уже начинаем, в связи с тем, что появился, наконец-то, закон, по которому мы можем отзывать наших членов, членов из участковых избирательных комиссий, мы, конечно же, сейчас будем переформировать комиссии, все решающие голоса, которые у нас вызвали, нарекания, мы будем их выводить, либо добровольно, либо насильно, и заменять других людей. Это один момент. Наталья, можно вопрос? Вы будете консультироваться с тем наблюдателем, кто реально работал, кто сидел на участках? У нас для этого есть координаторы, которые написали отзывы по всем, включая, и решающих голосов, и совещателей, и наблюдателей. То есть, база у нас, скажем так, ведется по всем. Я тут добавлю, смотри, лично я как делаю, в каждой выборе отработавших у меня наблюдателей, я сохраняю их контакты, фамилию, отчество, адрес, номер телефона, игрую человеку. Сохраняя контакты человека, да, и игрую, что вы хорошо отработали. Вы, допустим, поймали нарушение. По это все. Есть предложение на будущее, когда будет носиться в резерв дополнительный, я буду заносить вас в комиссию решающим голосом. Ну, по возможности, конечно, если буду заменять на другого. Который, к сожалению, член комиссии у нас по той или иной причине нас обманул. Допустим, есть такие члены комиссии, которые у меня уже два раза подряд не выходят на выборы. Просто не выходят. Они говорят, да, да, мы будем, но по итогу не выходят. И говорят, что мы болеем якобы. И так два раза подряд выборы происходят. А комиссия видит, что человек не выходит на решающие голосы. Соответственно, может делать что угодно. Это тоже неправильно. Таких будем заменять. Как сказал Наталья, мы ведем наши данные людей, сохраняем наши, которые работали, активно приглашаем их на следующие выборы наблюдателями. Либо, как уже говорил, заменяем их решающих на данных отлично отработавших людей. Чистить комиссии естественно мы будем. Мы это производим постоянно. К сожалению, вы должны понимать, что советский район отличается контрастно от других районов города Владивостока. Там самые наглые, самые такие, так сказать, безбашенные председатели комиссии. Самые такие это. К сожалению, там нужны такие же наглые решающие голоса от нас. Потому что обычный стандартный человек, к сожалению, не справляется, как показывает практика. Если где-то там, может быть, в Пелеческом районе, там, или в Ленинском, где-то более-менее тихий участок, ну, утрирует тихий, это он сейчас тихий может быть. А на следующий выбор, может быть, стать громким и известным на всю, так сказать, страну. Может быть, и справится. Но все равно ответственность гораздо выше. А не как по факту мне, к сожалению, звонили, решающие голоса говорили. А мы правильно это делали или нет? Я не буду никому говорить здесь присутствующим. Но многие, к сожалению, неправильно делали. И думали не головой, а, ну, понятно, каким местом, к сожалению. Но поэтому я всегда говорю, я отвечаю за Пелеческом районе, говорю всем своим комиссиям. Если вы чего-то не понимаете, позвоните мне. Уточните у меня. Если я это не понимаю, я позвоню вышестоящим. Уточню вышестоящий член комиссии, да, там, по ситуации. Ну, чтобы не получилась ситуация, когда идет нарушение, а вы сидите и думаете, что это не нарушение. А потом вас просто могут подставить. Наши члены комиссии могут специально подставить под статью. Себя они защитят, представить Единой России, а нашего члены комиссии подставят под статью. И скажут все, что это он крайний. Специально это сделают. А ему будут улыбаться, радостно пожимать, кофе ему предлагать, чай, там, печеньки бесплатные, все что угодно. Это тоже неправильно. Есть члены комиссии, которые мы заменяем, к сожалению, возраст. Есть такие члены комиссии, по возрасту меняем. Человеку 70 с чем-то лет, к сожалению, он уже не способен комиссии сидеть по возрасту. Ему тяжело. Он, может быть, и хочет, но уже понимает, что тяжело человеку сидеть. Тоже меняем. Для этого мы и есть у нас наблюдатели. Поэтому важность наблюдателей очень высока, и роль его очень важна. Потому что это не просто вы так вышли на эти выборы, вы отработали, и мы про вас забыли. Такого нет. Каждый раз мы... Вот на этих вот выборах было очень много людей, которые у нас до этого работали. У нас было очень много людей, которые уже неоднократно работали. Не все комиссии были закрыты. Но такие люди были, которые уже неоднократно работали, они участвовали в этих выборах. Эти люди стояли на самых сложных участках, где, приятнее всего, по нашим данным, могли быть фальсификации. Они находили нарушения в день голосования. Они ловили, они сообщали. Нарушения были разные. Были мелкие нарушения, а были более такие крупные. Они заставляли их исправлять. Комиссии исправляли, потому что это были грамотные. Они знали. Но, к сожалению, не все общей на комиссии. У нас было порядка 80 человек почти задействовано. 80 человек на 45 участков. 80 человек. Представляете, какая огромная масса. Это не учитывая еще координаторов. Еще порядка 20 тысяч человек координаторов. То есть огромная масса людей участков. Это только один округ избирательный. В следующем году у нас будет больше округов. Больше людей задействованы. Соответственно, мы всех всегда призываем. Пришел сам, приведи друга, так сказать. Тоже поучастник посмотрит. Малоопытный. Научим, расскажем. Понятно, что обучение надо подтягивать. Что-то менять, что-то настраивать. Понятно, что в процессе все это изменяется. Потому что мы сами не знали, как оно будет случиться с досрочными голосами. Мы первый раз столкнулись с этой ситуацией. Потому что наших наблюдателей на голосовании по поправкам не было. Нас не допустили. Они это обработали на поправках в Конституцию, когда делали. И мы, естественно, об этом не знали. Что они вот так делают. Процедуру. Мы уже узнали ближе по факту. И по факту уже действовали, к сожалению. Опять же, про другие политические партии. Если, как я уже сказал, нет ничего плохого, если уходить от другой политической партии. Нет. Ну, просто нет гарантии, что эта партия вас не отзовет в нужный момент. Тоже понимаете. Что может быть ситуация такая. У нас были ситуации, когда выборы губернатора нашего не было в декабре. А некоторые ребята, которые знают, пошли наблюдать исключательно от других организаций. И их начали намекать. Ну, мы типа не выходите, мы вас отзовем. Не буду называть партии, чтобы мне это. Потом мне вопросы не узнают. Ну, были такие ситуации, они мне звонили, как мне быть? Я говорю, ну, ты уже подал отдых, у тебя все есть. Ну, сиди, как бы уже, если ты ходишь, если есть желание. Я хочу сидеть, как бы. Мне не важны деньги, ничего, я хочу чистые выборы. Все. Человек сидел. Никто не стал его отзывать. Хотя ему намекали. Не надо выходить, если ты выйдешь, мы тебя отзовем. Мол, это. Но он вышел, все равно он сидел. Были такие ситуации. Поэтому гарантия, что вас, если вы нормально, действительно, честно отставите выборы, только КПР может дать, что не отзовет ли голосование. Именно поставить и выйдете. Если вдруг ситуация сушится на каком-то участке, где вы стояли, и вас попытаются выгнать, даже если дойдут до суда, мы все равно вас перекинем на другой участок. А этого человека поставим на этот участок. Вы все равно будете день голосования ставить. Потому что мы действительно отстаиваем здесь, честно говоря, за другие партии, я не могу сказать. Опять же, обучение отличается. Обучение отличается, потому что у нас, куда бедно, мы уже сталкиваемся, есть опыт, есть какие-то знания, действительно, как нарушение происходит. Другие, к сожалению, у них... Я не знаю, как построено обучение других. Может, это сразу скажешь? Как просто походило обучение? Так, ну смотри, я формально обучался... Там была такая коалиция из партии Роста Ботанова, и он кандидат от «Справедливой России». То есть, в принципе, нас собирали в зале, и достаточно грамотный юрист все это проводил. Но у человека было очень мало, так сказать, лекторского опыта. То есть, когда вопросы начинались, он сбивался, и поэтому, пока его не задавали, мы вопросы просили все плавно, потом эффективность падала бы, соответственно, приходилось самому потом что-то долучить. А документы какие вам выдавались, вне себя? Какие у вас пакеты документов? Что вам выдавались? Пакет документов был очень приличный. То есть, у нас были жалобы на все случаи жизни. У нас очень активно работа, учат, то есть, там постоянно шла какая-то движуха. То есть, то, что ты рассказываешь про координацию от КПРФ, я могу сказать, что от этих политических сил, например, таким же образом существовало. Ну, я не могу сказать, как я говорю, что может быть, там еще понимаете, здесь все нужно понимать, что зависит еще от самого кандидата. Если кандидат сам, как бы, настроен на победу, да, если кандидат настроен сам на победу, то, естественно, он и будет, как бы, стараться. Это тоже зависит. Но у нас же не зависит от кандидата. Какой у нас там кандидат, не зависит. Мы все равно строим свою планку. Допустим, у нас в городскую думу кандидат был Кученко, да, мы строили такую же процедуру и обучали. Нам было неважно, какой кандидат. Мы стали целью, отстоять честные выборы и отстоять нашего кандидата. В первую очередь у нас выстраивает местное отделение, а не кандидат процедуры. Там во многих может быть зависит от кандидата. Если кандидат действительно настроен, то возможно, да, действительно такое есть. Но у нас не важно какой кандидат. Мы выстраиваем, даже вот у нас проходят, допустим, выборы по всему городу, да? Допустим, у нас не отдельно проводит какой-то кандидат обучение, а может идейный штаб проводить обучение наблюдателей. Естественно, кандидат потом сам уже расставляет человека, да? Там провести может у нас единственный штаб и обучение, да, там есть человек занимается. Он проведет обучение, все, а он же сам кандидат растает. Можно вопрос такой сложный? Вот ты сказал, что наблюдатель это инструмент, а инструментом может пользоваться и власть в своих интересах. Не расскажешь историю по тому, как ДОСТРОД пытался использовать наблюдателя против кандидата от КПРФ? Эта информация у меня... На этих выборах у меня нет информации, как именно работу от единственного института. Но обычно бывает такая. Либо там ставится человек, который чисто фиктивно выполняет твой от Единой России. То есть он наблюдает, да, выполняет функцию, забирает итоговый протокол и уходит. Либо вообще даже уходит до того, как получить итоговый протокол вечером, да? Бывают ситуации, когда ставят, у меня были прям в наглую, ставят людей, которые занимаются координацией скупки голосов. Сидит координатор, которого назначили скупать голоса. Он сидит якобы наблюдатель от Единой России. Он прям на участке раскрывает этот список. С пойми ими звонит. Баба Маша, ты еще не пришла? Подходи. Баба Маша приходит, она ставит себе галочку. Баба Маша пришла. Василий Иванович, вы пришли? Нет, приходите. Она ставит галочку и сообщает. Эти пришли, эти пришли. Была такая ситуация, когда прям наглую так звонили и координировали. Причем наши члены комиссии жалуются и пытались срывать это действие. Потому что это было вообще наглость. Сидит человек, наблюдатель от Единой России и прям координирует, что пришел, тот пришел. Хотя член комиссии не имеет права заниматься такой деятельностью, находящийся там, за кого-то это призывать. Но вот такая были ситуации. Еще были ситуации, когда председатель от Единой России, наблюдатель, сообщательные голоса, специально провоцируют наших членов комиссии. Специально провоцируют, чтобы их вывели. Такие бывают ситуации. Бывают ситуации, когда они помогают пассифицировать действующие комиссии, отвлекают и выполняют какую-то функцию. Член комиссии в план решающего голоса не может отойти. А вот она знает, что она может сделать то или иное. Допустим, отойти, свет рубануть. А за это пока свет выключен, накидать. Ситуация будет. Я лично сталкивался именно с тем, что наглый сидел член-председатель, наблюдатель, так сказать, Олинии России и просто координировал людей с Кубку. Я с этим сталкивался. Сталкивался с... На моих участках все кинороссовские наблюдатели, вчерашние школьники были. Я даже не знаю, зачем. Ну, это то же самое, что сидели наблюдатели, якобы наблюдатели от общественной палаты на поправку голоса. То есть вопрос как бы... А их поставили чисто для того, чтобы они стояли, чтобы показать все чисто с выбором соблюсти. Показать, что вот легитимность. Вот у нас есть наблюдатели, которые якобы соблюдают легитимность. Но на самом деле их функция может быть разная. Может быть просто выполнять функцию, просто сидеть, ничего не делать. В телефоне тебе сказали, вот, как на поправку в Конституцию мне рассказывают члены комиссии. Она приходила наблюдательница. Два дня она походила, на третий день она пришла, она просто спала там. Пьяная. Хотя нет, я, наверное, зря на них пилищу. У них были важные функции, в магазин посылали. Ну вот видите, как бы это у них такая... Поправка на декоративную функцию легитимизации спецпроцесса. На моем участке у меня был разговор, я посмотрел протокол досрочного голосования. Там была подпись как раз вот Оренька, который от Единой России системы обидателей. Я вот отлично спросил, что там, когда ходили, там вообще, он говорит, да, еще не ходили. Ну вот, и говорю, что чисто выполняя декоративную функцию, как Наталья сказала. И придать легитимность. А так, это минимум их функции. А максимум, они могут еще и мешать, и заниматься полностью с координацией скупленных голосов. Кто за денежку захотел проголосовать. Что, соответственно, неправильно, ну и не есть хорошо. Я, кстати, вспомнила, на каких-то серьезных выборах в Северной России были как раз-таки хабаристые тетки. Да, были. Как только наш наблюдатель начинает возмущаться, что-то там призывать. Или что-то там, ну, то есть, призывать внимание, да, указывать на какие-то. Она открывала свою рот, начинала говорить, ааа, что вы это, что, а вы ничего не видели, а вы сейчас едете, ничего не видели, ничего не видели, ничего не видели, ничего не было, что в этом народном. Ну, только в таком духе, да, но пока в широкостерялся это, там раз, каждый маршин выслухнули, все-таки никто ничего не видел. То есть функцию они могут выполнять разную, и задачи у них может быть стоять разная. Эта функцию выполняла воскресенье обидатели от КПРФ. Она только пришла на учет, так установила скандал. Ну, 829. Что там здесь скандал был? Я не знаю, не отвечал. По сути скандал, или просто? Нет, она требовала показать ей книги избирателей, так сказать. Ну, она может, 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 да, она может ознакомиться, она может потребовать ознакомиться с ней в любое время. Она пришла именно в 8 часов, так же, собственно, участник открывался. Ну, она может ознакомиться, в любое время она может ознакомиться с документами потребовать. По закону это она имеет право, здесь нет никаких. Если уже ей отказывают, тогда да, она не может подойти к члену комиссии, да, там, и схватить и вырвать эту книгу, да, она может потратить вежливо. настаивать, но это не значит, что она должна выхватывать. Если она там стояла и выхватывала эту книгу, это да. Но она же, наверное, вежливо просила, может быть, на повышенных тонах, но она просила ее ознакомиться, что, согласно закону, она имеет право полное. И они не должны отказывать. Если отказывают, то это нарушение ее прав. Да? Она начала весь свидетель в комиссии, дескать, покажите мне. То есть, она не сама на основании знаний законных требований выходит, она обрекала все выключиться. Это выглядело реально, как, ну, саботаж какой-то. Если хочешь, я потом тебе пришлю. Саботаж в чём пользу? Ну, провокация. А в чем провокация? Она ознакомилась. Возможно, она не в то время подошла в ознакомиться, да, опоздала. Возможно, да. Но, а так, она имеет право в любой момент. Я говорю, что на обучении, я говорю, что вы можете ознакомиться с документом. Подадите, если у вас какой-то документ, книга избиратель вызывает сомнения, там он рисует, вы подадите, ознакомьтесь с ней. Да, давайте. Смотрите, каждым новым выбором у нас придумываются какие-то новые, технологии и, как бы, и мы становимся перед паском, что вот, и мы не готовы, да? То есть мы готовимся ко вчерашнему дню, да? Да. Мы хотим, что называются прошлые войны. Да. Впереди у нас аврель. Скорее всего, будет. Я даже могу. Есть какие-то перспективы оценочные? Что ждать? Ну, смотрите, во-первых... Неопонятно будет. Сто процентов никто не откажет. Конечно, не откажет. Сил не хватит. Наблюдателей мало. Участки, которые рабочие и нерабочие спальсифицируют. То есть вы говорите сами, что есть нормальные изменяемые комиссии. Да, есть. Вы видите активные. Учет этого и ведется? Да, естественно, это ведется учет. Я опять же говорю, мы ведем учет не только на обязательных. А сколько таких вот участков, которые горячие? Ну, так нападать я не скажу. Именно с какого? Советского района, у которого сейчас участвуют. А все нам придется, извините? Я могу сказать... За все я не могу сказать. За советские, наверное, надо менять половину их, я считаю. Половину точно надо менять. За пиологический район, я отвечаю за пиологический район Городовой СТОК. У меня уже подготовлено решение. Извините, я буду менять из 14 троих. Минимум троих. Еще два человека у меня под вопросом. Вызывают сомнения. Которые наши. Именно решающие голоса. Из 14 пиологических, которые участвовали, да. Троих. 23%... Да, как бы надо менять. Но там причина менять не в том, что человек... Есть люди, которые вот как меня обманул человек. Два раза сказал, что он выйдет. И он не вышел. Два раза мне обещал выйти. И не вышел. Якобы заболел. Есть человек, который возраст. Ну 70 лет человеку. Ну куда уже. Да, он там контролирует. Да, пытается что-то делать. Но уже возраст. Я вижу как бы. Как бы не хочется обижать. Но я понимаю, что нужно заменить на более молодого. Более как бы это. Чтобы более, так сказать, дерзкого. Да. В каждом улике есть... В каждом улике у нас есть решающие голоса. Есть решающие голоса. Да. Я была, не была. Это советская война. Я добавлю сейчас. Я добавлю. В каждом улике у нас есть решающие голоса. Но может быть такая ситуация быть. Быть такая ситуация сложится. Комиссии формируются из резервов. Тут без дела не сидят, так сказать, представители Единой России. Наши комиссии тоже обзванивают решающих. Тоже пытаются на них воздействовать всячески. Либо намекать, что вот ты не выйди. Типа вот зачем тебе выходить. Мы тебе все равно нарисуем эту зарплату. А получили, кстати, нехорошо. У него член комиссии отчитался, периодического УИКа. Он получил 4 тысячи плюс еще 7 тысяч премий. Вот посчитайте сколько он получил. Вышел он всего два раза. Нам мальчик из общественной палаты. Как бы, да. Он десяточку получил. Ну, я понимаю общественная палата. Это вот действующие члены комиссии. Причем он работал два дня. Дело в том, что я... Они-то работают в течение до избирательного объединения? Да, они работают. Естественно, они работают. А другие? Что имеете ввиду? Что я имею ввиду? Какие другие оппозиционные партии? Тоже работают, тоже занимаются процедурой контроля по возможности. Поймите, мы сейчас начинаем понимать, что необходимо все-таки ставить людей на засрочную. Потому что раньше была другая система. Она поменялась на засрочное голосование. Процедура немножко поменялась. Мы с засрочной боролись. Мы боролись с ней, работали. Опять же... У меня есть каких-то членов УИКа? Да, я об этом... Естественно, об этом говорю. Каждый выбор мы меняем людей. А других нет, да? Мы... Смотрите, вообще, если кто-то хочет стать членом комиссии, я уже говорил, справа решающего голоса потом от КПФ, ему вначале нужно быть наблюдателем и быть членом комиссии справа решающего голоса. Не выбор от работы, чтобы он понимал это. Этот человек отрабатывает хорошо, мы его сохраняем в себе, у нас понимается возможность ввести его в резерв, мы вводим его в резерв, откуда мы формируем уже его в решающие голоса. Опять же вернемся к тем комиссиям, где, к сожалению, не оказалось наших решающих голоса. Первый вариант, этот человек просто нас обманул. Он просто специально не вышел. По той иной причине его уговорили. Второй вариант, к сожалению, недоработка ответственность за данный район советский. В момент, когда надо было вводить людей в резерв, они никого не ввели в резерв. А люди по тем иным причинам вышли. И, соответственно, наши квоты, которые в резерв, наши квоты в резерв, которые были, оказались пустыми. А комиссия, как бы, без разницы чекот, она с радостью отдаст другим людям. То есть, там не обязательно, что это именно КВПР квота. Там может другая политическая партия, кстати. По закону там может быть 50% представителей партий политических, 50% это общественные организации по месту жительства, либо работы, да, заходят. Эти квоты оказались пустыми. Их заняли, соответственно, другие политические партии. В той же самой ситуации мы разговаривали с представителями партии Роста. У них было очень много их членов комиссии с планом решающего вопроса. Мы спрашивали, это нормальные члены комиссии? Ответ мы не знаем. На моем участке, вот смотрите, женщина приходит, я ее нахожу в списке. Ну, она пришла уже в последний день. Я такой, ну, здравствуйте, представьтесь. Она такая, ну, такая-такая, берет кого? Говорит, это Единая Россия. Открываю свой список, это партия Роста. Ну, я и говорю, что были такие ситуации, да. Нам сказала партия Роста, что до того, как вот сейчас пришла сильная команда, да, до того, как здесь была эффективная точка ихняя, у них просто брали квоты и от них назначала интересные. Мы вообще не знаем, кто эти люди, и мы их не назначали физически. Ну, они, к сожалению, вот, вопрос о том, что они, наверное, будут тоже числить, скорее всего, выводить. Но мы делаем это каждый выбор. Вот прошли на определенном, вот в Первомайском районе, прошли, допустим, до выборов в прошлом году, те, кто вызывает у нас доверие, те, кто, к сожалению, члены комиссии оказались недодежными, мы их стараемся вывести. Сейчас прошли у нас выборы, мы подводим итоги, получаем данные по этим решающим голосам, где, возможно, мы выводим. Где нет, мы ставим в черный список человека, значит, в следующий раз, когда будет формироваться комиссия, его уже не будет. За апреля можно сделать? Смотрите, резервы формируются за... За апреля мы сделаем. Да, это сделается. Конечно, процедура, да, делается. Надо еще понимать, что нам нужны люди, нам некого ставить. Да, естественно. Но в реальности, ты приходишь, там сидит 10 человек, которые тебя просто едят. Да. И в сожалению, да, бывают такие комиссии. Сколько у них психологически хватит? Да, в каждой комиссии должно быть минимум двое. Там всего одна квота. Нет, 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 нет. Я не говорю, что про квоты, я говорю, что именно активных людей, которые за частный... Ну, вот вопрос, смотрите, это вопрос в том числе, понимаете, там есть обычный, если кто сидит, там есть представитель КПРФ решающий голос, есть представитель ЛДПР решающий голос обычно, и Справедливая Россия решающий голос. Как минимум три. Вот вопрос как бы... Это я не касаюсь еще партии роста, которые там когда-то завели, каких-то непонятных людей. К сожалению, я был членом комиссии, территориальной комиссии, участковой. Как показывает практика, чаще всего, если член комиссии нормальный, то он боится до конца, даже один. У нас есть пример 706 участков. Член комиссии нормальный боится, но... Вопрос в том, что два других представителя справедливая СФДПР, они либо занимают нейтральную позицию, как я сталкивался. Там пишут жалобу, говорят, ну, нам не дали команду сверху, мы ничего делать не будем. Говорят, ты пиши как бы, мы тебя так негласно поддерживаем, но мы воздержимся при голосовании. Там комиссия, когда рассматривает жалобу, там голосует, да, при рассмотрении, мы воздержимся, допустим. Или вообще выступает на стороне, к сожалению, единой России. Также смотрите, какая ситуация в комиссиях. Я вот знаю точно, как формируются остальные 50% комиссии. К сожалению, жители этим не пользуются, не хотят быть решающими голосами, но у них есть преимущества. Но начальник отформируется, в 50% отформируется по месту работы, общественной организации. Как надо попасть? Можно по месту жительства провести собрание жителей и предложить включить в резерв. По месту жительства. Можно по месту работы провести, либо от политической партии назначиться, попасть можно, да, решающим голосом. Как формируют Единая Россия комиссию. Соответственно, у них есть всякие, их не липовые общественные организации, либо их депутаты являются в части, ну, помощники депутатов. Да, могут, да. Либо по месту работы как-то формируют там их, да. И у них получается не одна квота этой Единой России, а может быть их целых две или три. И вот таким вот способом они обходят процедуру, что от политической партии один человек может быть назначен. Я вас таким сталкивался. К сожалению, это так. Это действительно они так делают. Ну, а что делать дальше? Здесь надо объяснять людям, что как бы, почему они идут члены комиссии. А они очень мало, Саша. Нет, это понятное дело. Я поэтому... Можете выступать рук в парам компартии и вот так вот. Это, это я, я опять же говорю, смотрите, я опять же говорю, ваш, вы уже опытные люди, уже прошли. Вы можете прийти к, там, брату, тестью, не знаю, там, соседу сказать. Вот так проходит выбор. Он вам будет задавать какие политические вопросы. А вы скажете, я уже был. Это уже плюс. Вы можете донести людям информацию, рассказать им, чтобы они понимали, чтобы они не верили всему, что те люди. Опять же, вы можете сами войти в комиссию. Не обязательно в КПРФ. Допустим, по месту жительства. Вы активный там житель. Попробовать, конечно, не факт, что вас включат, но можете попробовать податься в резерв. Поехали по месту жительства, допустим, в собрание жителей и сказать, есть такая возможность, я хочу войти. Вас спрашивают, а зачем вам? Тут еще один важный момент. Зачем быть членом комиссии с правом решающего голоса? Помимо того, что-то вы ставите честные выборы, член комиссии с правом решающего работы, голос защищен от увольнения с места работы, пока исполняется его полномочия. То есть, пять лет у него полномочия действует, его никто не может уволить с работы. Фактически. Там можно, конечно, уволить, но очень тяжело. По суду он может восстановиться. Есть такие ситуации, когда он восстанавливается, и человек получал компенсацию. Слушайте, но если мы об этом заговорили, то у него вообще корочка его защищает от любых административных протоколов. Нет. Тут не надо... Член рассказал, что он от долговки обмазывался. Нет, да. Смотрите, тут... Штрафы я не знаю, а штрафы... Только через суд, которые штрафы. Штрафы именно только через суд, которые принимаются через суд, решением суда. Он может быть, как бы, не защищает, но дает возможность защититься. То есть, если вас через суд заводят какое-то дело, то надо получить санкцию прокурора. Там, города или края, я не помню. В отношении члена комиссии справа решающего голоса можно завести административное правонарушение только санкции прокурора. Да. А у нас, допустим, штраф на машину выписывают, да, в протокол. Ну, кто там, какая санкция? Конечно, никакой санкции. Да, спасибо. Когда приходишь в суд, ты говоришь, просто разваливаешь дело. Ты говоришь, это не законно, потому что профессионал, это санкция прокурора. И судья это дело, ну, аннулирует. То есть, это очень важный момент. Вы прямо объясните людям, зачем это надо идти, что первая важная задача – это отстоять честный выбор, а вторая – это дает, как вы этой. Поэтому они туда и идут, представить Единой России. как бы. У него есть защита. И он себя защищает. А когда он… А как собраете жителей на собрание? Ну, на обычное собрание, как вы собираете, там лапочку какую-то поменять, жители собираете. Голосование проводите, составляете протоколы. Все документы есть на сайте краевой избирательной комиссии. Вы выходите и говорите, хочу вынести. Нет, вы заранее вносите… Инициаторы, да, инициаторы собрания, да. И вынести этот вопрос. Я хочу наш дом представлять вот в нашей избирательной комиссии. Да, вы можете выбрать участок, номер. Какой хотите. Все, да. Вы собираете голосование, там есть все документы, есть весь пакет документов. Ну, а дальше куда? Дальше подаете в территориальную избирательную комиссию. Документы. Решение собрания дома. Да, решение собрания дома. Приходите там, но подавать вы можете, в начале, я опять же говорю, в резерв вводится человек. Но резервы формируются обычно за 30 дней до выборов. Там за 40, по-моему, да, что-то такое. За 40 дней. То есть, когда начинается процедура формирования в резерв. То есть, в этот момент вы должны провести собрание, сделать документы и принести. Вот, я хочу, чтобы меня внесли резерв, и я хочу, если освободится квота на данном участке, хочу стать решающим голосом. И вас, если повезет, внесут. А, и каждые 30 дней? Нет, нет, нет. Вы можете один раз на 5 лет себя в резерв внести. Смотрите, один раз на 5 лет можете внести себя в резерв. То есть, вы внесли себя на 5 лет в резерв, вы там числитесь. Человек вышел, вас ввели. То есть, один раз можно внести. Это не каждый там будет. За 30-40 дней именно до выборов формируются эти резервы. Если нет других каких-то постановлений соответствующих. То есть, надо подать заявление в ТИК. Да, вы собираете, голосуете, как бы, либо по месту работы то же самое, либо какая-то общественная организация. Но надо смотреть на устав общественной организации тоже тут. Может она или нет. Тоже очень важно. Самое простое, это по месту жительства. Собрали жителей и сказали, вот, я хочу, есть возможность, я хочу себе стать, как-нибудь, попробовать. Давайте. Все. Можете жить, дом может предложить несколько человек на самом деле. Хоть всех жителей дома можете предложить на самом деле. на разные участки. Поголосуют. Да, как поголосуют. Насташа, хотите напомнить? Да, я просто хочу немножко назад вернуться, на вашу первую реплику, что они каждый раз придумывают что-то новое, что же мы будем с этим делать. Вот я вам хочу сказать так, что эта ситуация с выборами, это как в компьютере с вирусами. Сначала хакеры придумывают вирусы, а потом сидят люди и придумывают антивирусы. Невозможно придумывать антивирус до того, как придумана сама афера. Это можно с вами согласиться и все прочее. Поэтому нам это надо выиграть. Я вас... Ну вы понимаете, что мы каждый... Для нас это война. Да. Непрекращающаяся война, которая подлится уже 10 лет. И поэтому, да, вот у нас есть оперштат, у нас есть люди, которые вот... Мы не можем придумать какую-то лоб, пока мы не знаем, какой прием они используют. Когда нам становится очевидно, а это, как правило, последние там 5-10 дней до выборов, когда нам становится очевидно, какую тактику они придумывают, какую новую они придумывают. Ну, финн, да, чтобы эти вот конкретные там выборы выиграли. Только тогда мы можем оперативно придумать этому заслон, и мы не спим сутками, и мы... Важно было заявление, но очень помогло, которое по пересчету дополнительно. Очень. До крошки. Видите, для этого есть у нас вот эти координаторы. И бывает меняется ситуация прям в день выбора. Бывает, да. Поэтому вот есть такие вот мы-координаторы, да, которые, грубо говоря, они на камеру будут сказаны, вы видели, спинка заходят, и просто вот, ну я ж не дам, а вот она — эх-эх-эх-эх-эх, подзошла. А в это время второй мой человек спокойно громошол и пролистал. Да, то есть это тоже своя тактика. Мы не можем, как и в любой войне, мы не можем знать, что враг против нас применят. Мы можем только, ну, контрмеры принимать по факту. И с этими, с этим вот этим трёхдневным трёхдневным государственным голосованием, мы, конечно, пока что, мы сами вот так вот в ужасе. Но за полгода, я уверена, что мы придумаем. Идем ресурсы, придумаем, как это все проконтролировать и закрыть. Пока у меня нет, или у Саши нет ответа, что делать. Еще не придумали, но обязательно придумаем. И просим все ответы на это. Я тут добавлю, смотрите, у нас в конце октября будет пленум Центрального комитета по итогам выборов. Скорее всего, там будет озвучено предварительно, как проходили выборы. Это именно в Москве, да, Центрального комитета. Будут, скорее всего, выступать юристы, которые будут предлагать, какие варианты можно сделать. Потому что у нас подготовка к новым выборам начинается в день окончания предыдущих. То есть у нас 13-го прошли, 14-го мы уже начинаем готовиться к следующим выборам. Анализируем, готовимся к следующим выборам. У нас такая процедура проходит. И вот сейчас будет в конце октября, и там, скорее всего, кто у нас связан с членами Центрального комитета, им будет рассказываться процедура, передаваться материал, а они уже будут передавать нам сюда на места материалы. Соответственно, они будут с этим уже работать. И мы поймем уже, к концу октября, после его пленума, что нам рекомендует Центральный комитет, как бороться. Там есть грамотные юристы, опытные, которые разберут вас после, как это действует. Самый простой вариант, я уже сказал, это контролируй, чтобы соблюдалась процедура. Если начинается новостановая процедура, то все. Давайте еще пару вопросов. Как с электронным голосованием у тебя будет? С электронным голосованием у нас пока здесь не проходило. Это с выбора, которые? Ну, которые будут. Опять же, я вам говорю. Да, мы пока не можем сказать. Пока они в этом месте не фальсифицируют, мы не сможем понять, как с этим бороться. Извините, да. Здесь вопрос очень правильный. С этим вопросом столкнулась только по-моему, Москва. Ну, я знаю. Значит, они будут, нам ЦК пришедет, наверное, инструкцию, как скажет действие. Потому что мы, как Наталья сказала, мы не знаем пока, как это делать. Если мы с этого не видим, то что тут говорить? Давайте пару вопросов, и давайте заканчиваем. Давайте сегодня окончу. В общем, меня вот интересует то, что вот здесь все рассказывается. Все хорошо только лишь для какого-то индивидуального сражения. На каком-то там участке, на каком-то округе и так далее. Если мы оппозиционная партия, то мы действительно, как было, сказала война. То есть классовая борьба должна быть. Должны мы выиграть эту борьбу в целом, а не какое-то единое сражение. Так вот, вы не рассматривайте там вот эти процедуры для победы в классовой борьбе в целом, а не какие-то единые там сражения, чтобы какой-то наш представитель мог попасть бы в ЗАГС-собрание, там, в Думу и так далее. Это вот, понимаешь, когда вот если мы не ставим вопрос о победе в классовой борьбе, то мы, как КПРФ говорит, оппозиционная партия, партия Ленина, партия большевиков, да, вот она себя оппозиционирует, то тогда вот здесь мы, получается, что мы являемся системной оппозицией. То есть мы, как все одинаковые партии, ЛДПР и Справедливая Россия, мы боремся за власть, как все одинаково. Поэтому вот здесь вот ситуация, что КПРФ-то должна быть радикальная оппозиция, а не системная оппозиция. Так вы как-то придумываете вот эти пути борьбы, для того, чтобы она действительно была партией Ленина, партией большевиков, как бы радикальная оппозиция была бы к нынешнему режиму. А то у нас получается так, что сражение выиграли мы, там на каких-то участках наших прокинули, говорим, отлично, результат неплохой, 9 человек мы в ЗАГС провели, а то результат какой? Ну, ведь они же тоже так же управляют этим буржуазным государством, эти законы, голосуют, выдвигают, продвигают и так далее. Ну, во-первых, неправда. Где здесь оппозиция? Или голосуют не так, или против. Так что ты начнешь, я... Да, давайте я сделаю две ремарки. Во-первых, у нас здесь собралось не члены КПРФ, а собрались активные граждане города, которые не принадлежат каким-либо партиям, либо могут принадлежать другим демократическим партиям. Вот, это первый момент. Смысл им здесь рассказывать про идеологию я не вижу, лично я. Во-вторых, мы здесь собрались обсуждать итоги выборов, практически итоги выборов. Вот сейчас у нас в партии, смотрите, у нас в партии есть люди, отвечающие за идеологию, а есть такие практики, как я и Саша, которые отвечают за войну в день выборов и за подготовку к выборам. Поэтому идеологи у нас отвечают за то, как взять в мир это, победить в целом, а мы отвечаем конкретно, как действовать в день выборов. Наташа, я тебя подправлю, тут не совсем верно, я отвечаю тоже из-за идеологии, и Владимир Николаевич прав, что мы должны рассматривать картину в целом, ну, и, как бы, рассматривать ее, картину не только в целом. Владимир Николаевич, хочу тебе ответить, кстати, картину должны рассматривать в целом, в общем, что мы должны на всех фронтах, так сказать, побеждать, вести, я опять же повторяю, что выбор это всего лишь инструмент. Партия КПРФ отличается от других партий тем, что чьи интересы она представляет. Интересы трудящихся. Да, не идеально представляют эти интересы. Да, у нас кто-то спорит, что у нас есть бизнесмены, но тут же у нас есть и бизнесмен, но есть и сантехник. То есть, как бы, скажешь, что и УДПР такое может быть, возможно, но в первую очередь коммунистическая партия, все-таки, это классовая партия. В данной ситуации она действует исходя из нынешней ситуации. Возможно, не всегда правильно, где-то допускает ошибки, просчет, это возможно. Никто это не отрицает. Но в первую очередь она отстаивает классные интересы трудящихся, махи свои, общую картину трудящихся, всех, всех, кто трудится наемным трудом. Так или иначе. Потому что программа партии направлена именно на отстаивание интересов. Как она уже реализовывается, это уже другой вопрос. Далее. Компартия, как уже сказала Наталья, ведет постоянную войну. То есть, сегодня мы не добились где-то здесь результата. Но мы продолжаем гитировать и не сдаемся. Вот сейчас у нас будет проходить серия ниночных пикетов. Раз уж, так сказать, наш господин Шуматов решил нас всех закидать своими дослотами, мы будем, наши комсомольцы, коммунисты выйдут к Медуниверситету с плакатами. У нас уже готовы плакаты, листовки. И мы будем раздавать его студентам и показывать, что он на самом деле за человек. Чтоб людям рассказывать. Мы уже подготовили, у нас есть плакаты, кто ходил на митинг, дослот, там это все. Они будут стоять возле Меда, возле общежитий. Мы будем агитировать людей, показывать, рассказывать им. То есть, мы уже подготовили листовки, мы уже к этому готовы. То есть, у нас выборы закончились, но мы не сидели, сложа выбор. Это не значит, что мы одни выборы заточены. Мы готовим ответные действия. Выборы прошли, мы бы готовим листовки, газеты и материалы, что рассказывать людям. Вопрос другой, как эти люди хотят ли усваивать материалы. К сожалению, не все готовы. И опять же повторяю, классовое сознание еще не до конца проснулось у людей. Оно начинает просыпаться. Мы это видим от того, что начинается рост левых блогеров на YouTube. Многие из них раньше не могли, допустим, только вкладывали, как вот недавно вышел Висник Бурин, он рассказывает, как он развивал свой канал. Он раньше только вкладывал, но ничего не получал с канала. А сейчас даже может жить на этом. То есть, уже может свободно заниматься именно тем, что он занимается пропагандой левых идей. Так или иначе. Где-то мы уже не согласны с каким-то левым блогерем, но это занимается, это вносится. И это нарастает. Мы понимаем, что Единая Россия представляет интересы крупного капитала. Боимся против этого, в первую очередь. И вступаем. Как или иначе. Старше, можно вопрос? Давай, Леша. Здесь прозвучало упоминание студентов ТНГУ. Я знаю, что в этом университете есть ступправков, во-первых, и институт старости. Планируется ли работа в этом направлении и почему? Это хороший вопрос. Во-первых, чтобы работать в этом направлении, нам нужен человек, который бы там учился. К сожалению, у нас нет такого человека, который бы там учился. У нас, когда был студент БУЭСа, учился, он спокойно входил в этот молодежный эксцент, как он называется. Ходил, предлагал сотрудничеству, пытался как-то рассказать, что это был. Сейчас, если у нас будет человек, который учится в ТНГУ. В чем проблема? Ну вот для этого мы и пойдем вначале к общагам. К общагам, к людям вначале надо пойти, чтобы там найти данного человека, который бы захотел, заинтересовался. Просто найти человека, у которого, грубо говоря, в контакте ТНГУ, и он подписан на какой-то левый паблик. Может быть, может быть. Как минимум человек 10. Может быть. Но вопрос, учится ли он в данный момент или нет. Мы хотим непосредственно электронное тоже, но все-таки общение гораздо эффективнее, как показывает практика. Насколько я знаю, что общение один на один человеком гораздо эффективнее, чем электронное. Человека электронно можно через ВК приглашать десятки раз. Мы это делали. Там ребята занимались целой рассылкой, пытались сделать. Там по сотню человек приглашать. Из них приходило два человека, в лучшем случае. То есть они пытались, да. Они делали, комсомольцы этим занимаются, молодежь. Здесь понятно, что дело в старости. Паясь за человек, потихоньку он будет действовать изнутри. Пока у нас нету такого человека, мы действуем снаружи. Но мы показываем, что мы, опять же, не заканчивается выбор у нас. Только у нас выборы прошли, мы сложили лапки отдыха. Нет такого. У нас дальше идет процедура подготовки, дальше действия, ответных мер. Мы рассказываем людям, как это есть. Чтобы показать людям, чтобы была такая-то ситуация. К сожалению, наши ресурсы ограничены, тоже понимаете. У нас нет доступа к дивиденю. Не пускают в массе своих. Часто вы видите депутатов от КПФ приглашают? Очень редко. Приглашают, но очень редко. И то, скорее всего, если начинают что-то говорить не в тему, их начинают ограничивать. И то приглашают, вы должны понимать, что приглашают депутаты Госдума. Наших депутатов краевых почти никуда не приглашают. То есть, как бы, очень грешно. Мы пользуемся только тем ресурсам, которые у нас есть. Другие ресурсы нам, к сожалению, доступны. Иногда бывает в ВВУ, да, помогают, пишут о нас, рассказывают. Сейчас мы активно сотрудничаем, если кто знает, Ньюсбокс 24. У меня вопрос. Не знаю, наверное, это сейчас какой-то смех вызовет. Давай. На Егора Иванова выходили как-то? Может, ясно? Он не контактирует. Если месяц на Егоры. Вообще. А кто такой, на Егору Иванова вообще? Да кто? Кто это? Нет, это штук. Тубус шоу. А, штук шоу. Я вам скажу честно, я вот, у есть опыт. Я вышел на контакт с представителями Вестника Бури. У меня есть телефон координатора. Я пытался, чтобы он мне надал людей здесь, которые месяцев вместе. Вот даже сегодня я вот встречался с ними случайно, отчасти это были. Я пригласил сегодня, они не пришли никто. То есть, как бы, я пытаюсь налаживать контакты. Ребята тоже пытаются налаживать. У нас здесь проходит, опять же, в рамках марсидского кружка мы это проводим сегодня. То есть, это не чисто мероприятие, кружок марсидский, это не чисто КПР. Есть представители РОД фронта. Саша, как на? РПР, РОД фронта представители есть. Есть представители вот левых, несостоящие деревья. Есть представители РРП приходили к нам. То есть, разные мы в рамках. Если вам интересно изучать разные темы, в основном, конечно, мы изучаем работы Ленина, Сталина, там, то приходите. Если вам интересно тоже, вот, не только мы зациклимся, что вот только эти работы. Мы вот сейчас обсуждаем выборы, итоги тоже, как результат. Обсуждаем вопросы, проводим дискурсы. С ребятами мы активно за год провели, даже в условии коронавируса, два дискурса по различной тематике. Один вопрос был Сталин и Дроски, да, по-моему, если не ошибаюсь? А второй вопрос касательно, как голосовать по поправкам Конституции. У нас здесь было три представителя, три, да, по-моему? Три разных представителя партии. И они дискутировали вживую, в онлайне мы это показывали. То есть, как бы, если есть желание, вот, если у ребят ведут дополнительный канал, левые здесь агитации помогают, приморские марксисты, как бы, дополнительно занимаясь агитацией, разные направления. Поэтому мы проводим сегодня мероприятия не в рамках какого-то одного КПР, поэтому я и приглашал разных людей, потому что это в рамках, в первую очередь, людей, конечно, левого взгляда. Ну, и других тоже мы приглашаем. Всегда рады поддискутировать. У нас тут были, представители Навального приходили, тоже пытались с ними дискутировать. У вас были представители не только Навального, у вас были представители другого Москвы СССР, который здесь... Тоже, да, приходили, тоже дискутирули. Мы всем здесь рады, я дискуссию и обсуждение, потому что, как сказать, в процессе споров рождается истина.